приветствую дорогого зрителя на своем канале у нас мы мало показывали про антуриумы там всего наверное пару роликов я показывал укорененные тогда антуриумы нами на воде и вот они у нас уже разрослись я покажу вам еще там у меня пару штук есть один маленький один побольше и вот этот как раз можно размножить сейчас я покажу как я буду это делать я так буду делать впервые и потом посмотрим результат мы укореняли и про легко укореняется он на воде наверное недели три стоит по моему и дает корни сейчас мы будем делать на кокосовом субстрате орехнин я только что у нас черенки винограда за и покажу их и у нас там подоконник оживает глянем хризантема глянем петунии там стоят и декабристы так и теперь что мы делаем орехнин мы ошпаривал я кипятком вот он набух набрался влаги остыл уже готов к применению беру так ложкой это конечно в отличие от черенков винограда их не так легко будет сюда наверно укладывать мы сделаем вот так ложки полторы две закидываем теперь берем режем вот видим у нас верхние 3 листочка хорошо пойдут на укоренение шелуху вот эту я в шелушу он у нас недавно отсвел как недавно смеси назад две недели я перед этим подкармливал удобрениями идеал то есть сразу после того как он отсвел и надо было во время цветения подкормить и подкормил вот недельку назад видим у нас вот здесь воздушные такие как корешки по воздуху идут отступаем примерно я отступлю сантиметра сейчас я отрежу и покажу поближе шелуху ну так обшелушим что обшелушивается сдирать ее насильно не будем смотрите вот они воздушные корешки я их так называю если я не прав поправьте меня еще за сразу же пользу случаем хочу узнать кто раз зашли в антуриум и водичку пока поставим на видео с антуриумами значит возможно вы можете знать что чего не хватает растению вот такая ржавчина пятнышко и я покажу сейчас что там на подоконнике у меня там получше видно что это может такое и в общем чего не хватает растения так берем корневин я его пересыпаю в такую вот бутылочку из-под таблеток это очень удобно обмакиваем опудриваем вижу плохо получается мы сделано так зип пакетики очень удобно я убрал для выращивания рассады томатов и просто для каких-нибудь экспериментов я вот так ничего сделала кладу на пакетик и сверху просто опудриваю эти корешки попал на целлофан вот так со шлябом соберем то есть на мокрый обратили внимание я черенок окунул в воду это еще для того чтобы у меня лучше прилипал корневин теперь помещаем zip пакет так вот сделаем он высокий я в этом субстрате мы пробовали укоренять в тарочке прям алоэ это три года назад эти листья мы уже порезали помяли на блендере я делал с него лекарства с медом для создания иммунитета от простуды если вам интересно посмотреть мой плейлист здоровья это на другом канале я дам ссылочку внизу зайдите посмотрите но если он покажется совсем интересным то прошу вас подписаться на него там можете много интересного для себя найти и совета домашнего мастера и так вот видим все в пакетике пусть он так у меня развернутый будет что поступал туда воздух теперь за счет того что пакетик прозрачный видно насколько субстрат влажен если влаги не будет скажем да я беру просто с пульверизатора сюда пшикаю и все и сейчас мы несем на подоконник я вам покажу там как он у меня будет установлен здесь у нас сидят хризантемы которые для вас я занес чтобы показать хранение в зимнее время их дома скоро уже будем про них видео снимать вот сюда значит с черенками винограда мы поставим зип-пакет здесь его никто шевелить не будет температура тут 22 градуса на верхней полке у нас 23 градуса здесь стоят петунии антуриум я с восточного окна вон тот принес то неважно себя чувствовал и вот хотел показать ржавчина вот такая на листьях там вот еще петуния подскажите что это такое может быть и чего ему не хватает здесь небольшой бардак потому как занесли недавно вот эти ванночки для будущей посевной декабристы все из черенков совершенно все есть плейлист отдельно про декабристы я дам в конечной заставке и хризантема посмотрите тоже есть отдельный плейлист в общем как появятся результаты я снимаю сразу видео и покажу вам как получилось этот субстрат чем мне понравился в нем никогда ничего не загнивало и ну я повторюсь видно влагу от виноград уже стоит несколько часов как я просто поставил так камера передает да вот влага видно и как только ее не будет видно я просто либо с лечки немного либо с пульверизатора подают туда воду и все отлично и на окне такая пленка специально рассеивать солнечные лучи так как сторона солнечная стеллаж тоже вот делали в том году по моему видео я тоже снимал на этом заканчиваю свой видеоролик спасибо всем огромное за внимание с вами был александр пробуйте и напишите как вы размножаете антуриума в комментарии всем пока спасибо